Позиционеры Алексея Навального признали виновным в клевете, оштрафовали на 300 тысяч рублей. Такое решение вынесла судья Бабушкинского суда по жалобе депутата, муниципального депутата Алексея Лисовенко. Напомним, Лисовенко обиделся на предположение, сделанное Навальным, что он наркоман. Пост с таким предположением написали соратники Алексея Навального в твиттере. Дело в том, что сам Алексей Навальный не может вести твиттер в связи с правилами домашнего ареста. И написан этот пост был после того, как Лисовенко предложил запретить все соцсети в стране. Главным вопросом теперь остается мера пресечения Алексею Навальному. Пока что она прежняя, он остается под домашним арестом, но останется ли он дома или же направится в СИЗО во время рассмотрения другого дела. Дело и в Роше, которое начинается послезавтра. Вот это самый главный вопрос. Сейчас в суде Бабушкинского района работает наш коллега Владимир Роменский. Ему слово. Здравствуй, Миша. Всего 15 минут ушло у судьи на то, чтобы зачитать приговор Алексею Навальному. Это событие, как вы видите, привлекло большое внимание журналистов. Вот сейчас все как раз стоят перед судом и ждут, когда же выйдут защитники Алексея Навального. А также он сам, по всей видимости, они объявят о том, что будут обжаловать сегодняшнее решение. Как ты правильно заметил, судья считал Навального виновным в оскорблении и в клевете в отношении муниципального депутата района Бабушкинский Алексея Анатольевича Лисовенко. Ну и присудил штраф в 300 тысяч. Сам Навальный встретил эти новости с улыбкой, несколько даже ехидной на устах. При этом он подчеркнул, что во время оглашения приговора судья столько раз произнесла депутат-наркоман, что он даже таким приговором доволен. Надо еще отметить то, что судья, оглашая это решение, заметила, что поскольку по делу Киров-Леса тоже был выписан Навальному достаточно большой штраф, эти два наказания никак между собой не связаны. По всей видимости, сегодняшнее решение не может повлиять ни на ту меру пресечения, ни на изменение наказания с условного на реальный по приговору по делу Киров-Леса. Ну, помимо этого, Навальный сказал, что вот эти 300 тысяч, если в отношении каждого жулика и вора принимать подобные решения, ну, просто разорятся, потому что их очень много, как он считает. А именно так Алексей Навальный называет представителей партии «Единая Россия». Ну, сам депутат Лесовенко уже вышел к журналистам и сделал несколько комментариев. Мне он подарил вот такую книгу. Дело в том, что в своем заявлении он писал, что он летчик и отмечал, что издревле летчики и наркотики несовместимы. Так вот, он специально сегодня принес вот такую книгу, которая рассказывает о жизни Михаила Сергеевича Бабушкина, легендарного полярного летчика, героя Советского Союза, по всей видимости, пытаясь доказать, что вот сейчас мы видим, как Алексей Навальный выходит из самого суда с прессой. Он общаться не может, но его пресс-секретарь уже заявила. Сейчас небольшая заминка, по всей видимости. Сейчас, после того, как будут сделаны фотографии, Алексей сможет и его адвокаты сделать какое-то заявление. Что-то растерялось. Спросите у них что-нибудь. Скажите, пожалуйста, относительно условного срока по одному из приговоров, да, вот. И влияет ли как сегодняшний приговор на условный срок его возможно превращение в реальный срок или нет? Прокументируйте, пожалуйста. Ну, сегодня, как вы слышали, судья постановила, что приговоры исполняется самостоятельно. Условно это условно, а штраф выплачивать отдельно. 300 тысяч, которые сегодня назначены. Вы слышали о том, что генпрокуратура ОФСИН, прошу прощения, может изменить меру пресечения с домашнего ареста на арест? В связи с данным решением пока они этого сделать не могут, поскольку этого решения не вступил. Сегодняшний приговор не вступил в законную силу. Он будет обжалован, и, соответственно, он не может пока юридически иметь никакого значения для избрания или изменения меры пресечения. Я понимаю, что позиция ОФСИН как раз-таки из-за поста, который появился на Навальный.ком? А, еще раз. В связи с тем, что ОФСИН заявил, что будет проверять и изменять домашний арест в связи с тем, что сегодня был пост по ФРОШЕ? Ну, в любом случае, это должна проводиться проверка, должны быть какие-то доказательства того, что это действительно было размещено именно Алексеем Навальным, а не кем-либо еще. Как я понимаю, были как раз в этом посте, было указано, кто его размещает, и к Алексею Навальному не может быть никаких претензий по этому поводу. Там говорилось о том, что Алексей передал письмо сотрудникам, насколько я понимаю, Фонда по борьбе с коррупцией. Как я помню, да. Через представителей. Через представителей, да, это возможно. Ну, смотрите, я хотел бы сказать исключительно своим адвокатам, потому что мне только с ними можно общаться, что понятно, что сегодняшнее решение очень странное, и наркоманы от Единой России обходятся на всем подозрительно дорого. Но мне совершенно понятно, что это просто вот еще один шаг для того, чтобы попытаться загнать в какой-то угол. Вот это нельзя, то нельзя. Посадили типа по домашний арест, но все равно появляются записи, значит будем штрафовать за записи и так далее. Вот я бы хотел вам сказать, и через вас сказать всем, что если кто-то считает, наркоман от Единой России, или кто-то еще, что фонд борьбы с коррупцией, или я, мы прекратим публиковать расследование, этого не случится. В ближайшее время мы вновь, кстати говоря, публикуем парочку расследований. Мы свою деятельность не прекратим, и мы не будем молчать ни по поводу чего. В том числе мы не будем молчать по поводу дела Ифрашей. И сегодня мы уже опубликовали документы, которые четко свидетельствуют о том, что это дело полностью сфабриковано. Сама компания Ифраше заявила, что никакого ущерба нет, и никаких претензий нет. Тем не менее, дело продолжается, и уже после этого заявления Ифраше нам на будущем суде говорить нечего. Но все равно, я думаю, что мы что-то скажем. Вот, собственно говоря, все, что я вам хотел сказать, мои дорогие адвокаты. Спасибо всем большое, кто поддерживает. Передавайте, пожалуйста, большое спасибо всем, кто меня поддерживает. Естественно, обязательно мы обжалуем это решение, все решения обжалуем потом. А после победы сил добра мы все эти решения отменим, а всех судей накажем. Спасибо. А смотрите, еще раз, по-хваттам, можете ли я отказаться от стражи? Вы увидите то, что сторонники Алексея Навального сейчас... ...которые занимаются тем, чем я и мои коллеги в фонде борьбы с коррупцией занимаются. Они, ну, должны быть, к сожалению, в условиях России готовы быть к тому, что могут указаться под стражей. Даже в этом нет ничего... Это не является прикольной частью нашей работы, но, тем не менее. Пошли. Спасибо. Да, все, да, да. Спасибо, разговариваю. Все. Я думаю, что сопровождающий сотрудник сил... Ну, вы видите то, что Алексей Навальный сейчас, по всей видимости, уже покинет суд. Его адвокаты дают последние комментарии. Но я хотел бы рассказать о той позиции, которую заявил сегодня депутат Лисовенко. Он вышел с значком на лацкане выборы в Мосгордуму 2014. И сказал, что атака на него связана непосредственно с этой избирательной кампанией, что оппозиция себя проявляет недостойно, что, соответственно, во время вот этого процесса тот самый злополучный твит, в котором Лисовенко назвали депутатом-наркоманом, был удален. Он говорит, что сила в правде, и именно сегодня поэтому он победил, сказал, что обжаловать приговор не будет, ну, и обещал в дальнейшем продолжить свою политическую деятельность. Но адвокаты Алексея Навального, как вы слышали сейчас, уже говорят о том, что в ближайшие 10 суток, отведенных на это законом, они обжалуют решение. Сейчас, по всей видимости, Алексей Навальный должен встретиться с сотрудником ВСИН, который его сопровождает. И вот на уже оставшей, можно сказать, известной, на белой ладе Приора, его... А, Лада Гранта, прошу прощения, меня поправляют. Вот, действительно, он будет доставлен домой под домашний арест. По всей видимости, уже через пару дней, правда, этот домашний арест может превратиться во вполне реальный, потому что ВСИН уже заявляет то, что будет ходатайствовать об изменении меры пресечения. Однако, это связано не с тем делом, которое сегодня рассматривалось в суде, а именно с тем заявлением, которое было сегодня опубликовано на сайте навальный.ком. Но, как считают адвокаты Алексея Навального, изменять меру пресечения нельзя, поскольку условий домашнего ареста оппозиционер не нарушал. Миша. Спасибо, Володя Владимирович, об итогах рассмотрения дела Алексея Лисовенко против Алексея Навального.